Маленькие шахматисты Юная, но уже именитая Маша Рыжова из своих 9 лет половину за шахматным столом. Серебряный призер финала Кубка России мечтает, как и многие здесь, о золоте чемпионата мира. А пока много тренируется и отрабатывает собственную тактику, выигрывая турнир за турниром. Я с тренером готовлюсь. Как он тебя настраивает? Решаю задачи. Очень много играю с компьютером. Нахожу комбинации. Не важно, во сколько ходу. Саратовский шахматный дворец, по мнению главного судьи соревнований Павла Лобача, стал настоящим центром шахматного притяжения. К примеру, на этот турнир заявилось в два раза больше участников. А поэтому играли 4 дня, что называется, с 10 до 10. Эмоции зашкаливают. Кто выигрывает, радуется. Кто проигрывает, в слезах. Выходит в слезах. Родители там в фойе успокаивают. Смотреть это можно бесконечно. Шахматы, они большую гамму эмоций передают даже во время игры. Если было бы можно фотографировать от первого хода и до последнего, то можно даже там целый фильм снять. Это же игра. Ну, одновременно и спорт. Потому что нужно победить противника. То есть превзойти противника. И вот спортивная составляющая, это и интересно. За это и присваивают разряды. Ну и соревновательный элемент победители получат сегодня заслуженные награды. В мир шахматы эти ребята пришли по-разному. А вот уходить из него у них особого желания нет. Участник чемпионата России, 12-летний Серафим Бунин, рассказал, что игра затягивает и с каждым турниром учит планировать свои действия, строить прогнозы и достигать поставленных целей. Серафим признался, что мечтает и даже видит во сне себя участником чемпионата мира. А пока набирается опыта в таких турнирах. Должна быть наигранность очень много партий играть. Вот я за лето очень много партий сыграл, заметно усилилась. И дебюты, и эншпиле, партии великих шахматистов, конечно, каждый день. Две-три, как минимум. Задача – это тактические штурмы на участкоме, чтобы тактическое зрение повышать. Бывает, что я не могу за это уснуть, потому что завтра какое-нибудь соревнование очень важное. Директор Саратовского шахматного дворца Рузанна Разуманян отметила, что шахматы уже давно шагнули за пределы города. Только в этом турнире помимо Саратова играет Энгельс, играет Балакова, играет Аркадак и Ершов. Если среди нас живут, растут дети интеллектуально развитые, это будущее, будущее не только нашего региона, но и страны. Потому что завтра эти дети будут управляющими, бизнесменами. Они вырастут и скажут, а мы ходили в шахматный дворец в городе Саратове, и там получали первые свои навыки. Это стратегия прежде всего, это терпение, это умение работать над собой, выигрывать. Там, где дети лидеры играют, самые умненькие дети, они все в принципе гениальны, но некоторые особенные. Их сразу видать, ему там 5-6-7 лет, но у него уже на лбу написано «Гроссмейстер». То есть, если этому ребенку помочь, где-то обратить на него больше внимания, чем на других, это будущее «Гроссмейстера». А если проводить такие замечательные соревнования, да еще в таких прекрасных условиях, то рост детей будет не уединиться, а половина из этих детей станут мастерами «Гроссмейстера». По мнению взрослых экспертов, среди этих ребят как минимум 10 будущих «Гроссмейстеров» и 50 мастеров. Лучшие из них стали чемпионами и получили возможность выступить на этапах Кубка России.